Интернет-сообщество во Вконтакте в последнее время просто завалено новостями об очередных подкидышах, брошенках, потеряшках и стаях бродячих собак. С начала года в городе зарегистрировано порядка 200 укусов домашними и безнадзорными собаками. Киевская, Сутермина, Комарова, район Суму-61, центральный микрорайон Жилстрой, Финский, мест, где не бродят стаи хвостатых, в городе почти не осталось. Возмущает и пугает собаки сегодня практически каждого. Сутермина 18 обращали службу от лова, но тишина. Если они бездействуют, начните действовать сами. Куски мяса с отравой. Такая толпа собак раздерет и не заметит. Вы что, совсем? Какая отрава? Они же живые. Посмотрел бы я, как вы себя вели, когда на ваших младших братьев и сестер прыгали вот эти стаи. Вопреки мнению интернет-пользователей, городская служба от лова сегодня совсем не бездействует. Специалисты ежедневно отрабатывают заявки. В пункте временной передержки уже нет свободных мест. В пункте передержки безнадзорных животных и брошенных животных находится порядка 50 особей, с которыми проведены медицинские манипуляции, такие как стерилизация, вакцинация, осмотр, с целью обнаружения ранних признаков бешенства, либо иных заболезней, которые угрожают нашему населению. Эту фотографию год назад на странице зооволонтеров «Ла по помощи» во Вконтакте увидела жительница поселка Октябрьская Анастасия Беляева. Беспорудный пес с печальным взглядом, обитатель пункта временной передержки, не оставил девушку равнодушной. Взвесив все за и против, вместе с мужем они решились и забрали четверногого в дом. Дай маме лапку. Молодец. Дай маме лапку. Сегодня кокос, так зовут теперь собаку, полноценный член семьи Беляевых. Разница между предыдущими фотографиями и этими кадрами буквально год. Разница во взгляде кокоса тогда и сейчас на лицо, точнее на морду. История со счастливым концом в этом приюте скорее исключение, чем правило. Кокосу повезло, а вот остальных обитателей ждет иной конец. После определенных процедур животных подержат еще какое-то время, а потом, если не найдут хозяев, снова выпустят на волю. А это Мишель, полноправный обитатель печально известного района СМУ-61. Большинство жителей вагон-городка уже переехали в комфортные квартиры. Многие радоваться жизни в тепле и уюте отправились налегке. Люди уехали, собаки остались. Пытаясь выжить, они сбились с воры и стали пугать многих горожан. Но вы никогда не встретите Мишку, так ласково называют ее в семье, в стае бродячих собак или во временном пункте передержки. Потому что ответственные и добросовестные хозяева заберут ее с собой в новую квартиру. Ведь они в ответе за тех, кого приручили. Умничка, умничка моя. Стой вот здесь, стой, стой, дай лапку, дай лапку моя хорошая. Пойдем домой. Замерзла? Дождалась меня. Сейчас пойдем. Большие и маленькие, пушистые и гладкошерстные, породистые дворняги. На улице оказываются всякие. Некогда хозяйские становятся агрессивными из-за человеческого предательства. А вовсе не потому, что им так хочется.